В рамках председателя В рамках председательства Российской Федерации в Арктическом Совете по вопросам коренных народов и сотрудничеству по линии регионов в гостеприимном Нерингринском районе был проведен международный чемпионат по традиционному оленеводству. В нем приняли участие представители 13 оленеводческих регионов России и 4 зарубежных стран – Монголии, Гренландии, Исландии и Китайской Народной Республики. В общей сложности в работе чемпионата участвовало 250 человек. Кроме спортивных состязаний прошла и деловая часть, в которой состоялась международная конференция «Устойчивое развитие северного домашнего оленеводства в условиях глобальных перемен в Арктике». Уважаемые участники конференции, разрешите отнимание главы нашей республики Василия Сергеевича Николаева поприветствовать начало генерального заседания «Устойчивое развитие северного домашнего оленеводства». Международная конференция проводится сегодня в рамках председательства России в Арктическом Совете. Мировая цивилизация вступила на драку глобальных перемен. Эти перемены обрекут за собой не только и не просто природные климатические изменения, но и также имеют неопредалимое влияние на жизнедеятельность самого человечества, в том числе, безусловно, коренных молодежьских народов, проживающих на территории северных и арктических регионов. Климатические изменения влияют на условия существования традиционного вклада в жизни народов КМНС и их условия производства, социализации и традиционного жизнеустройства населения как отрасли экономики. Традиционные знания оленеводов и их общин, несомненно, высадят свой вклад как в сохранении, так и в сбалансированном использовании биологического разнообразия. Если оленеводские территории будут охраняться, результатов от использования традиционных знаний будет больше. Использование традиционного знания при принятии решений может быть особенно важным сейчас, во время глобальных перемен в Арктике. В рамках международной конференции эксперты из разных стран, которыми в небезразличном вопросе изменения климата, Италии, Немечные Милоты готовы обсудить и найти эффективные пути подготовки к кадрам и выработать аспекты государственного частного партнерства в этой сфере, а также стратегии модернизации ленивоства. В работе конференции приняли участие представители Совета Федерации Федерального Собрания, Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, оленеводческих хозяйств, общественных организаций, ведущих научных и высших учебных заведений, крупных компаний, организаций и учреждений. Я вижу здесь практически все регионы, есть наши старейшины, которые давно в этом движении, и наши великие политики, и молодежь есть. Поэтому очень хорошо, что мы все вместе продолжаем эту работу, и часть нашей деятельности – это международная деятельность. Для нас Арктический Совет является одной из двух основных площадок международных, и мы будем сегодня прикладывать все усилия, чтобы продвигать работу на международном уровне. И надо сказать, что мы консультации с коренными народами, с постоянными участниками Арктического Совета сегодня ведем, в двухстороннем, трехстороннем режиме. К сожалению, надо сказать, что эти переговоры и процессы – это тоже достаточно сложный. Есть такие тонкие моменты, так скажем, мягко говоря. И мы со своей стороны будем только настойчиво повторять, что надо сохранять консенсус международный, учитывать все мнения. И, конечно же, какой может быть Арктический Совет без Арктики России, без постоянных участников, без вас всех, без нас в Арктическом Совете? И эта работа, конечно, немыслима. Поэтому, в том числе, сегодня на площадках, конечно, мы хотели бы, может быть, в каких-то консультациях поговорить, поработать о том, как мы будем вместе эту работу на площадке Арктического Совета продолжать. Потому что Международный союз оленеводов, он является наблюдателями Арктического Совета, это международная организация. Поэтому здесь наши цели совпадают. Моя узкая тематика – это взаимодействие промышленных компаний и коренных народов. Значит, такой опыт был очень хороший, когда в законе о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктике, благодаря деятельности Ассоциации коренных народов, Илтуменов, значительной степени республики Сахар-Якутия, различных активистов и экспертов, появилось несколько статей, которые касаются коренных народов. И там появилось понятие «стандарт социальной ответственности бизнеса», ну не бизнеса, а резидентов в отношении коренных народов. То есть это те компании, которые сейчас приходят в Арктику и начинают работать. И этот документ был принят приказом министерства. И, в общем-то, хотелось бы, чтобы эта статья федерального закона, 28-я, чтобы она применялась, потому что в ней он прописан, и прописан мониторинг по нему. В республике Сахар-Якутия есть закон о ответственности недропользователей. Компании-недропользователи – вот тоже очень хороший закон. И ваше министерство промышленности приняло документы о мониторинге их деятельности. И вот очень приятно для меня, но это еще время покажет, конечно, что в Оленьке вот этим летом проходила такая конференция, на которой они рассказали о своей дорожной карте. То есть они проработали. Вот промышленная компания приходит в район работать. Что она должна делать? Как согласовывать? По каким документам? Все, понимаете, вот такое очень расписано. И это очень для меня было радостно видеть, потому что во многом это общие идеи стандартов, международных документов всего, но там очень конкретно это сделано в применении к жизни этих людей. И поэтому вот мои надежды сейчас связаны именно с тем, что если вот в других регионах республики Сахар-Якутия тоже вот будут приниматься такие документы, и власть республики будет следить за промышленными компаниями, чтобы они работали социально ответственно, то в этом выход, а это не только деньги, потому что здесь много, конечно, бизнес вкладывает денег, но вот эта социальная ответственность – это ежедневная работа компании. Понимаете, то есть насколько, в принципе, для чего это делается? Насколько люди стали счастливее и благополучнее в регионе от того, что там пришла промышленная компания? С оленеводством. Вообще Сахалин у нас традиционно является регионом, где развивалось оленеводство. В советское время, так скажем, были у нас совхозы оленеводческие, и достаточно, ну так скажем, успешно эта отрасль развивалась. Но с приходом перестройки, приходом вот тех событий, когда экономика традиционных отраслей хозяйственной, можно сказать, находилась в упадке, то и оленеводство в целом на сегодняшний день мы принимаем меры по возрождению. И в Сахалинской области принят региональный закон о государственной поддержке северного домашнего оленеводства. Этот закон предусматривает меры финансовой помощи, меры создания необходимых условий законотворчества, законодательной базы Сахалинской области. И постепенно, небольшими, так скажем, шагами, но уверенно, мы начинаем этот процесс возрождения у нас на Сахалине. Отлично. Скажите, а вообще, на Ваш взгляд, вот такие чемпионаты, международные совещания, они что дают для того, чтобы оленеводство возродить? Нужны ли они вообще такие чемпионаты? Ну, вообще, наверное, самое главное событие, задача таких мероприятий, это объединить ту большую семью оленеводов, народов оленеводческих, которые у нас существуют в России и вообще в мире, для того, чтобы каждый народ, который занимается традиционным оленеводством, мог направить своих представителей, где показать красоту этого образа жизни, красоту и философию оленеводства. То есть это очень важное событие, очень важно, чтобы оно развивалось, и имело такой постоянный регулярный характер. Я имею непосредственное отношение к оленеводству, так как вырос в семье оленевода. Сейчас мои младшие братишки там ведут свое стадо. Значит, закончил я сельскохозяйственный институт, зоотехник, главный зоотехник, директор совхоза, начальник управления. Вот я в такой карьерной лестнице, вот сейчас вот свою такую государственную службу завершаю в качестве уполномоченного по правам коренных молодист народов. Скажите, а сейчас у вас там какие хозяйства, сколько оленей, как это все у вас ведется? У нас около 125 тысяч. Это вот уникальность введения оленеводства в том, что оно сейчас у нас в частных руках. Это ИП, крестьянское хозяйство, это общины, это сельскохозяйственные кооперативы. Есть личное подворье. Значит, вот эти вот 125 тысяч, оно сосредоточено вот в этих разнообразных формах хозяйствования. Нет у нас муниципальных, нет государственных, все в частных руках. Скажите, а вот все, что содержится в таких формах хозяйствования, ну вообще какие-то определенные проблемы есть, достижения? Вот об этом скажите. Проблем много, к сожалению, больше, чем надо. Прежде всего, у нас нет современных перерабатывающих убойных комплексов. Значит, у нас мы для себя не выработали системы введения вот в этих разнообразных формах собственности. У нас проблемы возникают в Таёжном оленеводстве. Вот и Венкийский автономный округ, сейчас муниципальный район. К сожалению, вот мы не можем пока гордиться, что у нас есть прорыв. Да, прорыв есть у нас в Тундровском оленеводстве, в Тундре. Мы начинаем осваивать правобережье Енисея в связи с тем, что проблемы дикого северного оленя. Он перекочевал где-то сюда, в сторону Якутии, на восток. И, к сожалению, вот квота, которая у нас была 45 тысяч к изъятию, сегодня к изъятию только всего 6 тысяч. Конечно, вот, и это нам показывает, что нам нужно более внимательно, не то, что более внимательно, а серьезную программу по восстановлению, возрождению домашнего оленя, там, где она была. Ганасанский тип едения, Долганский, к сожалению, он идет в упадок, и Венкийский, и Таежный. Вот в этом, конечно, вот это вот мероприятие, международные соревнования оленеводов, это вообще очень правильно. Это не спортивные, это игры, это когда непосредственные участники являются сами оленеводы. Молодежь, которая, в общем-то, за ними будущее. Я думаю, что пока есть молодежь в оленеводстве, будет и сам олень. О том, как обстоят дела в оленеводстве в российских регионах, рассказали участники из этих мест. Это муниципальное унитарное хозяйство Иултинского района Чукотского автономного округа, которое занимается разведением домашнего северного оленя, чукотской породы. У нас насчитывается в хозяйстве 20 тысяч оленей на 1 января. 2023 года производство мяса на 100 января сих оленей от 14 до 17 центнеров на 100 января сих оленей. Сохранность взрослого поголовья от 88 до 90. У нас-то бывает, что 84, делаю выход от 64 до 74 в зависимости от погодных условий. Забивается ежегодно от 3,5 тысяч до 4200 голов оленей. Оленей сдается и на Чукотский район, Провиденский район, город Анады и бывший Деринговский район. В 2022 году мы сдали государству 122 тонны оленевого мяса. Все они уже распределены, тем более с прошлого года она вошла к оленью мясу как социально значимый продукт. Поэтому увеличение объема производства, в том числе и реализация мяса оленевого, вынуждено увеличивать, потому что это социальный продукт. Скажите, а какие основные проблемы в вашем хозяйстве, в оленеводстве? Чего вам не хватает для того, чтобы оленеводство еще более развивалось? Ну, действительно, вот здесь, на этой площадке, в этом вот сейчас, в Дерингре, пройдет конференция Ассоциации мира и Национального союза оленеводов России, где будут эти поднятые глобальные вопросы о дальнейшем развитии домашнего оленеводства в общем. А конкретно у вас? Конкретно у нас, значит, ну я скажу, вот если в общем по России, это все-таки принятие закона об оленеводстве, принятие, которое обещается уже сколько, десятилетия. Это первое. И второе, значит, все-таки, как бы, вот последний год, особенно последний год, сократилось финансирование нашего домашнего оленеводства. Это конкретно, если брат Чукотский автономный округ, в том числе и получается, и в нашем хозяйстве. Но, тем не менее, значит, может быть, одна из немногих наших хозяйств, которые имеют собственные средства и вынуждены, как бы, все равно, чтобы на месте не стоять, значит, эти финансовые, собственные средства на развитие, дальнейшее развитие оленеводства, в том числе материально-технической базы. Потому что у нас, скажем так, не только в нашем хозяйстве, вообще по округу, значит, материально-техническое сновидение, скажем так, слабовато, потому что основные средства стареют, а обновления нет. Понятно. Скажите, а вот конкретно, вот вы сказали, это глобальное, да, как бы касается российского оленеводства, а вот именно в вашем хозяйстве только вот проблемы с этим, с материально-техническими средствами, или еще есть какие-то такие проблемы, касаются именно самого оленеводства, как его следить, есть ли молодежь там, вот в этом отношении. Значит, это острейшая проблема вообще-то, и кадровая, и вообще оленеводство. Я вот всегда белая завистью, это по-хорошему, по-хорошему, там всегда и пример ребятам ставлю, это ямальских оленеводов, и вообще ямальских оленеводцев, потому что они при коллективизации все равно они как бы сохранили тот быт, устой, образ жизни, 50% они как бы коллективное хозяйство отдали, а остальное все равно оставили у себя. Поэтому у них как бы моральный, то есть ничего не оторвалось, как вот в нашем чукотском оленеводстве. У нас очень большой разрыв между поколениями, в том числе и по традиционным. Вот это вот самое глобальное для чукотки, чукотского оленеводства, это вовлечение молодежи к традиционным ведениям хозяйства. Скажите, а перспективы какие-нибудь, вот вы сами занимаетесь оленеводством, какие перспективы вы вообще видите в этом отношении? Да, вот я человек уже в возрасте, но потому что, который поведает. Ну, есть с чем сравнивать, правильно? Ну, поэтому, чтобы вовлечь молодежь, молодежь в нашу отрасль, все равно надо идти со временем в ногу. Так же, поэтому приобретаем и чипирование, и спутниковое слежение, потому что если мой когда-то прадед потерял одного примета, это где-то 5-6 оленей. Если мой дед потерял одного примета, это где-то 12 голов. Отец, если потерял, то где-то порядка 30 голов. Если я потерял, то где-то около 100, а если мой внук потерял, то это где-то 200-300 голов. Поэтому мы вынуждены спутниковые ошейники, дорогостоящие, не иностранные, вешать все-таки на оленей, чтобы была более-менее сохранность вообще оленей. И современное введение техники, снегоходы, тепловизоры, квадрокоптеров, которые вовлекают все-таки и в том числе и молодежь в современную технологию. Поэтому все-таки нужно не жалеть на это деньги. Но все это у вас есть, да? Ну, вот, начиная, наверное, лет 5 тому назад, может, пораньше, мы начали как бы этим и эту сторону нашей жизни как бы воплощать. Поэтому средний возраст в нашем хозяйстве 32 года. Это я порчу ихнюю статистику, потому что у меня 75 лет. Если я уйду, то будет 25 лет. Скажите, а вообще, что вы думаете вот о проведении таких чемпионатов? Это здорово. Это, во-первых, мы видим друг друга. Не только там по телевизору или там по книгам. Одесса, потому что все регионы, даже регионы, арктические даже, не говоря уже там о Иркутской, там других областях, которые занимаются, а не очень. Все равно по характеру, по всему она разная. В том числе и технологии, и образ жизни. Поэтому вот такие встречи, во-первых, чемпионаты. Чемпионаты, это вообще готовят морально, физически. Со всех сторон готовят молодежь к тем, ну скажем так, здоровому образу жизни. Поэтому я очень приветствую. Спасибо, что Якутия организовала такую масштабную, масштабную по всей России мероприятие. Ну, у нас коренные малочисленные народы занимаются в основном традиционным оленеводством. Но у нас есть еще один из видов традиционного вида деятельности. Это морской зверобойный промысел, который является единственным в Российской Федерации. Ну, национальности у нас много. В основном чубчи, вены, эскимосы, юкогиры есть. В принципе, все народности, которые малочисленные частично у нас тоже есть. Ну, в основном занимается оленеводством. По состоянию на сегодняшнее число, да, Чикотский автономный округ, это, наверное, третий регион по наличию оленей. В Российской Федерации у нас на сегодняшний день оленей 123 тысячи, 0,99 голов. Скажите, а что у вас там в оленеводстве сейчас творится, и все ли в порядке, какие основные проблемы, и что вы делаете, чтобы их решить? Ну, действительно, в Чикотском автономном округе глобальных таких проблем нет, потому что мы уже в течение трех лет остановился спад поголовья оленей. Мы сегодня находимся на том количестве поголовья оленей, по нормам нагрузки на одного оленевода, то есть мы должны выпасать где-то 124 тысячи голов оленей. Ну, проблемы есть, конечно, такие вот, как кадры, потом у нас есть проблема с диким северным оленем, вот, ну, мы по программе правительства Чикотского автономного округа мы все эти проблемы пытаемся решить. В частности, вот у нас по дикому северному оленю была проблема, вот, мы проводим внедрение спутникового орошейника, устанавливаем на дикарей, и пытаемся отслеживать миграцию дикого северного оленя, ну, в том числе и на домашних оленей ставим, то есть, в частности, внедряем новые технологии для того, чтобы, например, оленевод смотрит, у нас есть такие системы, спутниковый мониторинг, пеленгатор сейчас сделает, в мае месяце мы уже будем устанавливать, уже у оленевода будут вот эти вот, как планшеты, как телефон, и он уже на месте будет смотреть за стадом, спутник будет за стадом смотреть, и вот в радиусе, там, например, 5-10 километров, если уходит один олень, то он уже дает сигнал оленеводу, то есть, пытаемся идти в ногу со временем. Отлично. А теперь скажите свое мнение о международном чемпионате. Вообще, что они дают оленеводам? Да, действительно, это знаковое событие в Российской Федерации. Это первый международный чемпионат по традиционному оленеводству. Он сегодня поднимает престиж, во-первых, оленевода, потому что у нас как будто бы забылось слово оленевод, и сегодня мы сейчас вот таким вот способом поднимаем престиж оленевода. То есть, показываем навыки, соревнуемся, побеждает лучше, и приезжая сюда, мы делимся своими опытами, своими наработками. В общем, нужны такие чемпионаты? Не, нужны обязательно, потому что для того, чтобы мы сохранили все оленеводство в мире, в Российской Федерации, надо поднимать проблемы, решать вопросы. Ну, работа, работа, и нужно будет тоже отдыхать, соревноваться. Как отметили многие участники, к развитию северного домашнего оленеводства нужен другой подход. Не стоит его рассматривать только как культурообразующую часть. Нужно добавить к нему экономическую эффективность. Нужно, чтобы оленеводу было экономически выгодно производить свою продукцию. И к этому нужно стремиться, чтобы оленеводство стало действительно развитой отраслью традиционного хозяйства арктических народов. Редактор субтитров А.Семкин